всем привет вы на канале польза нет меня зовут саня и здесь только быстро обзоры и долгие стримы сегодня вопреки всему несмотря ни на что вы будете видеть обзор на viva айкио 11 при том это глобальная версия здесь он напичкан по максимуму lpddr 5 144 герц экран максимальная яркость 1800 нет помимо этого разумеется может снимать 8к 30 fps разумеется здесь есть оптостаб на основной модуль и еще много всего не считая того что этот смартфон является супер мега крутым игровым смартфоном который производит бренд бибики специально для китая у него есть ряд недостатков их на данный момент довольно много недавно у меня был обзор на viva x90 pro plus и на сяоми 13 про и что я могу сказать сразу спойлер этот смартфон хуже притом по очень большому количеству показателей понятно что с прошивками что-то допилят но что они не допилят здесь не было миниджека здесь тоже нет миниджека но ikea позиционируется как игровой смартфон очень хорошо что к нему можно подключить родовский микрофон сейчас разумеется съемка как всегда на моем канале ведется на сам этот смарт и его микрофоны не работают но как работают его микрофон и при том в сравнении с пикселем 7 вы увидите защита от влаги здесь не заявлено она скорее всего ip65 но опять же она нигде не прописана никаких ip68 как допустим в пиксели либо в этих смартах в нем нет я сразу говорю про недостатки почему потому что вы должны понимать что это крайне нишевый продукт и те кто хоть раз держали в руках айкио они меня поймут когда я скажу фразу эта штука загружает гэншин импакт за 16 секунд эта штука просто нереально кайфовая когда ты играешь во что угодно прямые грани никаких вам водопадов и выглядит она просто бомбезно в живую да на фото реально на фото она выглядит хуже и на этой ноте вы можете посмотреть практически весь обзор можно сказать что он доскональный не забудьте подписаться на канал на телеграм-канал скидок там нас 83 тысячи человек телеграм-канал взаимопомощи нас там 14 тысяч человек и телеграм-канал мой личный где постю опять же где размещаю все что касается девайсов которые тестируют может быть информации даже больше чем в самом обзоре плюс я скидываю там исходники видео и фото для собственно этих девайсов потому что одно дело вы на ютюбе увидите пережатая под самой неболуси и после рендеров и всего остального другое дело если вы посмотрите это сами смотрим смотрите здесь две камеры full hd при том это 30 fps и съемка ведется со штатива с двух рук я его держу если я чуть-чуть пройдусь это все неважно почему потому что я думаю вы и сами догадываясь где что если сделать допустим x2 x1 и 4 уже догадались где что на пиксели разумеется деталей больше разумеется чем больше вы видите недостатков тем лучше а все остальное уже можно дорисовать согласитесь и глубину глубина лайки у 11 к сожалению 1080p 30 fps максимум у великого ужасного пикселя 7 сейчас у нас 4к 60 fps и напоминаю что эти он намного дороже понятно он игровой понятно у него внутри топовое железо но как все таки по разному работают камера вопреки всему несмотря ни на что так на двух девайсах 4к 60 fps и как говорится ничего личного ничего личного плане того что вот сейчас допустим берете и снимаете себе какой-нибудь stories уже на основную камеру и хотите чтобы все было красиво вот так вы сможете снимать на один и второй смартфон опять же увидите кто есть кто потом но скорее всего уже догадались почему потому что все-таки решает все сейчас солнце особого нет но примеры солнцем уже вначале видели специально в разных условиях обстановки вам показываю разницу и еще раз обзор не про камера почему потому что айки у это не про камера а пиксель это как раз пара камеры и те кто и говорили что его хотел вот пожалуйста вам пример с другим смартфоном я его сравнивал напоминаю вам с gopro хай то есть я сравнивал пиксель с gopro х и понятно кто там немного классического теста в лифте и то и другое в шумах как вы видите это фронталки но что-то в шумах больше кстати и если я сейчас правильно понимаю только кто супер эпичный по какой-то неясно мне причине проигрывает притом сильно хотя опять же детальности больше а у кого-то с дымкой все плохо по микро сами слышите как что работает тут довольно все просто при том еще раз пиксель в 4к снимает сейчас айкио по 1080p немного сравнения в 4к основная камера очень сильный ветер очень странно я думаю вы сами видите насчет того что допилят ли айкио все это дело я вам не скажу почему потому что его точно допилят то есть я тестировал вивы x90 pro plus и у его такая особенность у них все время все допиливается пошли как у всех но у них точно допили в целом кио здесь не все так великолепно сенсорами хотя все великолепно с процессором посмотрим что они на фантачи сделал ради интереса вот вам немного темных участков часть из этих тестов я обязательно скину в мою телегу личную и там будет в несжатом виде вот это вот все дело можно сказать что частично мракобесие еще раз все протерто ничего не топил пока возможно буду топить хотя еще раз повторяю что айкио в этом смысле боится воды официально у него защита от влаги нет у пикселя есть ну что же ночная съемка 4к 60fps 2 девайса и сейчас вы можете сравнить в разных условиях обстановки насколько один хорош или насколько другой плохой но напоминаю что официально пиксель не боится воды 1 50 напоминаю что лайки о 11 может 16 секунд загрузить великолепным образом гэншин и это прям супер крутые цифры и конечно по игровым возможностям айкио просто топ напомним что и стоимости гиги какая разница в экран вообще во всем кроме камера опять же камеру сами и вопреки всему несмотря ни на что повторяюсь вот он айкио это беленький упаковка у них максимально стандартно всегда и вопреки всему еще раз никаких нововведений к сожалению у них не что такое айкио ущем это едят я тысячу раз за ролик повторюсь что это штуковина имеет к слову оля глобальную версию тысячу раз повторю что это всегда про игры и какая бы подача не было разумеется максимально приятно тактильная матовая поверхность коробки которой вы будете в принципе прикасаться максимум один раз это если вообще будете собственно смартфон у меня белого цвета разумеется из другой цвет черный это не прошка это просто айкио здесь у нас телефон разумеется отрим барабанная дробь какие у нас еще прелести разумеется то что они все это делают вместе с бмв картонка которая вам будет не нужна и она даже как подставка не может быть использована чехол силиконовый надеюсь прозрачный до прозрачный чтобы не испортить внешний вид смартфона и спи точно такой же как у xiaomi 13 недавно был на канале и viva повторяюсь 90 pro плюс это будет смарт для подсъема то есть все что вы видите в ролике было снято на viva либо на опять же основная камера при распаковке sony это кому интересный fx3 если брать кабельное хозяйство но довольно большое здесь разумеется китайская вилка но напоминаю что опять же это может быть глобалка потому что глобалка может быть для азии для японии допустим либо для таиланда не только же в китае эти смартфоны продаются но повторяю что в китае не позиция позиционируется как игровые кабель очень длинный очень толстый тайп си на тайп си и мы понимаем здесь сразу нет у нас миниджек почему потому что к сожалению или к счастью здесь лежит переходник переходник у нас с тайп си на миниджек здесь у нас помимо этого разумеется скрепка ключ для извлечения слота под сим-карты две физические симки по мне это уже даже очень хорошо белый цвет здесь оля кожа здесь оля пластик и если это все дело запихивается в чехол не сказал бы что шик пропадает почему потому что вот эти линии которые в принципе у них во всех линейках они конечно спасают положением соглашаемся шрифты разумеется можно скачь и сует да он почти полностью разряжен почти очень близок к нулю скажем так и рамка нижняя видно конечно в подбородок приличный две симки это хорошо отсутствие миниджекой плохо попробуем скопировать данные как говорится пробуем магию устройство обмен данными и получилось разумеется копируем все разблокировка есть стандартно по фэн-шую допустим и барабанная дробь нет viva x80 pro plus необходимо было всего один раз нажать на область при том она была большая здесь нам необходимо много-много раз нажимать все-таки а кио это не viva это премиум продолжаем настройку ну что ж банкет закончен смотрите ка он даже предупреждает что не хватает мощности чтобы поддерживать внешние устройства 16 гектара презеративы плюс 8 расширения которое абсолютно бесполезно и обновление уже устанавливать обновы разумеется можно только когда больше 15 процентов заряда батареи 65 процентов 28 минут вот теперь матрица все это было на 80 ваттной зарядки понеслась 120 ватт и вот нормально 22 процента за 3 минуты 30 секунд ну что ж за 6 минут 33 процента 75 процентов 17 минут 95 процентов 25 минут и 28 минут 20 секунд ровно зарядилась до 100 процентов и вот эта штука мне тоже интересно скорость загрузки собственно аппарата понятно что мы редко что выключаем особенно когда это мощные смартфоны с одной стороны с другой стороны у меня люди спрашивают и я в принципе их понимаю почему потому что в определенный момент своей жизни я тоже выключал девайсы и насколько быстро они потом начинают работать если ты их включишь это тоже важно быстро 22 секунды при скачке геншина максимум разгоняется он до 14 мегабайт в секунду но нестабильно хотя вай-фай выдает свободно 800 мегабит ну что же насколько стабилен этот смартфон вы видите и я не скажу что стабильность космическая почему минимально 323 гипса среднем 392 и максимум 478 гипсов при том по большому счету он из этого часа получается только 15 минут отработал волшебно разумеется гонял я его на 100 потоках при 30 минутах то у нас по поводу шима шим я показывал уже по моему в телеге возможно даже в ролике будет два раза почему потому что вот это дело но она великолепно 4 процента получается изначально потом три бьет потом мы допустим без автор без авто 479 и в нуле видите он поднимается где-то на 15 получается процентов до 13 и в нуле потом снова падает до 13 если брать допустим авто режим по яркости наращивают яркости более чем достаточно никаких режимов игровых я особо освещать не буду единственное здесь отмечу что нужно выставить заряд батареи быстрый потому что тесты которые вы уже видели они были проведены до того как я включил быструю зарядку соответственно сейчас мы проведем все это дело быстрой зарядкой и все будет быстрее 28 минут на 120 ваттах сто процентов и теперь мы проверяем с вами google pay встает nfc работает нужно знать о то есть gps а 7 метров и сейчас будет 6 потом 5 4 3 и все и дальше к сожалению для qualcomm а циферки не пойдут максимум 3 метра точность то самый-самый предел смотрите как долго он подписает да хотя по идее здесь все очень просто 41 спутник в использовании и по и по идее опять же должен был бы сейчас все найти очень быстро но нет наоборот даже сбросил вот так вот надейтесь найти о идеальным по позиционированию но не называется почему потому что viva намного быстрее искала спутники намного быстрее искал спутники xiaomi 13 про гиг бенч на live канале пока напоминаю что я гоняю сначала в твиче устройство после этого уже рассказываю на ю тюбе и на ю тюбе хотелось бы отметить что эта штука у меня по съела 19 процентов заряда батареи в апексе при одновременной игре в апекс и стримингу если брать гиг бенч сингл корр и мультикор здесь значение стандартные примерно для его типа процессора опять же операционку у нас 13 android и по большому счету здесь все как у всех я скажу что что здесь лучше или хуже будет чем допустим у сяоми 13 про и viva x 90 про плюс который мне недавно были на обзоре сейчас и опять же они у меня на руках wild life extreme стресс тест один из мартов до этого прогнал который был 14000 этот только десятку смог выбить если брать опять же устойчивость 67 процентов это довольно низкая устойчивость если брать данные antutu миллион двести пятьдесят тысяч баллов это стандартная тоже самая история почему так много здесь очень просто потому что здесь у нас стоит максимально быстрая операционная система фантач я считаю что для глобалки она прям хороша плюс максимально быстрый процессор максимально мощный snap ген 8 ген 2 adreno 740 он выбивает очень много и fs 40 это внутренняя память и оперативка lp ddr 5x тоже самое дает большой прирост почему 7 процентов по съел за один прогон это очень много сейчас объясню также как почему у меня допустим съел 11 процентов за час просмотра youtube а мы заходим вот здесь в экран и смотрим разрешение видите 2к то есть у меня все тесты проводились в 2к и в космическом космической герцовки то есть 144 герца это прям прям очень много напоминаю что хотя здесь есть игровой режим который не буду обозревать про которая уже говорил никаких триггеров здесь нет а если нет триггеров но это печально по поводу звука и вибрации настройки вы видите сами качество звука и и звуковые профили сейчас я вам покажу здесь есть супер аудио помимо супер аудио звук высокого разрешения опять же все это в элементах разработчика здесь есть запись звонков без уведомления собеседника о начале записи на опять же это у всех китайских версий смартфонов но хотя это глобалка вот тоже кстати странную вот такая вот беда лайки а получается даже в глобальной версии есть эта штука можно разумеется в инструментах разработчика выставлять вот такие вот штучки приятные помимо этого здесь можно посмотреть какие кодеки поддерживаются устройством и опять же аудио кодеки вот вы видите все по большому счету никаких проблем с наличием аудио кодеков здесь нет в принципе особо приятную штука в таких экранах это видите герцовка то есть он от 1 до 120 герц прокрутку делает и фактически понятно что со 144 прям в минимальных количествах программ будет поддерживаться но мелочь а приятную если говорить про тест сенсором и он не особо зашел опять же может быть кто-то скажет что я заелся может быть кто-то скажет что нужно это отдельное дело в программе обозначать что я хочу с ним что-то делать но хотелось бы что-то круче разумеется это дело уже гонял на скорость загрузки гэншин но вы должны увидеть это скажем так лично в режиме когда можно проверить насколько корректно то что обещают правда так вот эта штука загружает гэншин с рекомендованными опять же настройками по моим тестом видите за 16 секунд это перманентно если говорить о том что у нас советует по в принципе тому что он может выдавать в гэншин ну вы видите что никаких каких-то космических настроек он не предлагает при том нигде их не предлагает если допустим выставить опять же 60 герц он показывает высокую нагрузку и будет чуть-чуть но подлагивать не скажу что это лучший вариант развития событий я встречал и поприятнее но в целом игра идет без лагов телефон практически не греется вчера еще раз повторяюсь играл целый час в гэншин и все было в огне в остальные игры то же самое примерно 19 процентов заряда на максимальном всем видите 60 герц он держит свободно даже 100 120 почему-то проскакивает опять же по его субъективному мнению apix хотелось бы сказать что играть в него было комфортно и во время того как я играл над вечерного была маленькая особенность я не совсем понял почему он у меня через где-то с 30 минут игру хотя нормально выгружал все это дело в twitch он сбросил пинг притом конкретно у меня был пинка сначала около 43 а потом был около двух сотен миллисекунд но это не игра как вы понимаете плюс мало того что две сотни миллисекунд он вел его получается в течение получаса наверное надо было бы отключить вайфай но тогда бы тест был неоднородным я еще раз повторяюсь когда на twitch и играю если все хорошо то я прямо с твича выгружаю на лайв канал для того чтобы человек мог оценить так вот вот это дело к сожалению не смогло не смогло хотя он про игры не смогло сделать так чтобы пинг был стабильным на других смартфонах таких проблем у меня не было правда они просто вылетали из твича 80 пина фронталки это вообще форменное издевательство при том еще есть 30 fps не за эти деньги я скажу вам бибики не за эти деньги фотографии как примера которые вы разумеется увидите в ролике на телеге у меня есть пример а вот этих вот всяких x20 и всего остального без сжатия не скажу что это супер почему потому что камера конечно здесь ночью снимает обалденно фотографии классные ног видео у меня лично вопросы у вас вполне возможно вопросы тоже будут особенно после того как вы увидели сравнение в примерах 8к здесь абсолютно бесполезно учитывая стабилизацию даже примера не буду вставлять в 4к окей может быть что-то и можно снимать но то что он делает с цветами пока его камера фоном сто процентов назвать нельзя еще маленькая полезная информация в 4к 60 fps при съемке этот смарт поедает 27 процентов за 54 минуту то есть у меня было 28 и я считаю что это довольно неплохой результат по размеру файла сейчас мы посмотрим с вами сколько это дело будет весить и сразу вы узнаете стоит ли его приобретать допустим для съемок 5 гигабайт ну за час съемки 5 гигабайт это получается что вы можете по большому счету снимать где-то три с половиной часа разумеется он не вырубается как некоторые молодец и пока вы продолжаете смотреть примеры со съемкой опять же с фото хочу отметить вот они 82 процента 27 минут никакая быстрая зарядка не помогает по поводу vio lte она здесь в наличии все фотографии будут в моей телеге в не сжатом виде сможете сравнить плюс разумеется оттуда что-нибудь догружу если какие-то сценарии вам интересны обязательно пишите то здесь есть за режимы и все остальное разумеется вы уже не один десяток раз видели потому что фанта фанта чуэс это плюс-минус одно и то же потому что единственно здесь не хватает по мне это субтитров как есть viva это очень круто разумеется здесь есть фото в увеличении x20 но это никаких них 100 и не x70 как мы привыкли у супер флагманов и по разрешению 4k здесь в наличии конечно же у основного модуля но опять же стабилизация пока никакая на 8к вообще нулевая а если брать ультрашире как я говорил в примерах то он работает только в 1080p 30 fps это конечно тоже ни о чем так ну и всем фанатам характеристик первое не забываем что здесь у нас есть переходник они молодцы что они положили второе по какой-то причине antutu определяет модель какая кио 11 про хотя это айкио 11 если брать процессор это snap 8 ген 2 уже говорили оперативка lpddr5x ну вдруг я обманул видите все antutu не обманывает adreno 740 очень очень графический процессор хороший если брать по модулям 50 мегапикселей 50 и 13 мегапикселей ну ультраширик здесь такой же как телевик скажем так здесь один только модуль нужен по факту фронталку вообще можно не смотреть на 16 мегапикселей здесь все все видно и так не стабилизации ничего здесь толком нет напоминаю что здесь еще и нет направленного микрофона вес 213 граммов есть 5g разумеется здесь опять же по моим данным есть все бэнды все спеки с gsm арена я подтверждаю единственное здесь по поводу громкости динамиков здесь стерео хорошая если брать микрофон это к сожалению я бы сказал что пишут они звук плохо а и так слово правильно определяет производителя что это не айкио а это биво потому что и кио все-таки принадлежит viva по полной если брать допустим то каким образом они рекламируются где-либо то это везде пишется в азии viva айкио частота обновления видите здесь она указана 120 герц у нас в аиде не понимают она не черт из коробки если кому-то нужны датчики пожалуйста можете определять ставить на паузу и смотреть ну и для 4g бэнды 7 20 которые нам нужны в первую очередь у нас на борту сразу же напоминаю что у меня и кишка идет на фан течи и это глобальная версия из вот этих плюшек что указано в рекламе из разряда там оптического зума вспышки апертуры телефото и всего остального я могу сказать вам одно оптическая стабилизация кое-как работы в 4к 60 fps вы уже видите сейчас что на заборе много чего пишут на данный момент к сожалению камеры не такие какие бы хотелось увидеть отпечаток пальца работает значительно медленнее чем в viva хотя довольно быстро и он меньше по размеру и по сенсору приближения проблем у меня не было по громкости динамиков разумеется здесь стерео проблем не было миниджека нет и это плохо для меня лично в принципе смотрим примера максимум здесь получается если с двух рук x10 абсолютно бесполезных по поводу стаба будет довольно просто вот сейчас увидеть я снимаю с двух рук плавно виду и пока мне картинка нравится но опять же нужно смотреть как это будет на большом экране но вот эти цвета не перекручены если брать по автофокусу видите это какой-то лютейший драматизм но эта штука снимает в 1080p 30 fps на фронталку и сказать что она перекручивает цвета вообще все желтое я думаю вы видите позади меня это очень странные дела как есть кто там говорил что это плюсы бибики опять же айкио это игровой смартфон а также oneplus ace racing edition за 18 тысяч рублей хотя процессора конечно не сравнить но вы все видите так здесь я не буду плакать есть ветер и это ультраширик он работает только в 1080p 30 fps можете гуглить сенсор вас не обрадует как года если водить руку плавненько вот так вы видите как он работает в телеге лично я обязательно скину исходники всего мракобесия потому что мне даже кажется что он со светом как-то химичит по лютому но в целом картинка если стационарно взять то неплохо если брать именно разрешение но это перебор вы посмотрите пока он переключается переключается 1080p 30 fps с двух рук максимум разумеется будет у нас x10 зафиксировал локти не надо на статье снимать опять же зачем наша картинка на основной сенсор 1080p 30 fps напоминаю что у смарта нет к сожалению направленного микрофона микро здесь не лучше даже по цифрам и я вижу рваную картинку хотя вроде стою на месте странно 4к 60 fps чуть чуть более плавно но опять же я установил последнюю прошивку пересматривал видео и я вижу скажем за 20 секунд один легкий обрыв если идти опять же напоминаю что сейчас темно еще не темно темно еще будет а по поводу автофокуса вот пожалуйста раз два не особо быстро кстати вивай x90 про плюс на которая делал тоже под съем этого смарта кстати тоже не такой супер быстрый автофокус вот такой лазерный да не понимают ультраширик на 1080p 30 fps видите сами и помню он них не юзабельный то есть он наверное его можно использовать но 1080p 30 fps предел и я бы его точно использовать не стал 4к 60 fps основная камера спокойно иду снимаю с одной руки подключаю вторую руку и сейчас вы можете наблюдать как работает стабилизация вообще на данный момент этот смартфон не то что не про съемку а вообще никак не про съемку потому что цвета конечно перекручены особенно это потом видно мракобесно вообще и плюс баланс белого прыгает просто люто глобалка безумно сырая возможно его себе тоже оставлю во всяком случае буду давать другим блогерам чтобы они тестировали и наверное им прилетят обновы так что смотрите как всегда не только у меня и все вот это 4к 60 fps по стабу у меня вот если я смотрю на экран проблем и вопросов нет но будут вопросы мне кажется когда я увижу все это дело на компьютере и мой любимый двухоконный режим это разумеется не только у сяомитов не только у биби кей а практически у всех здесь к сожалению в этом режиме нельзя изменять положение камеры и это плохо что это значит это вот этот квадратик не могу двигать не то чтобы это особо сильно важно было но все равно паузу можно ставить фото можно делать но это на x2 все то есть это у нас секс 2 на x1 переключиться можно и дальше даже опять же все это игрушки учитывая качество камера как говорится иду навстречу солнцу 4к 60 fps закат и многие приезжают сюда на него посмотреть я бы сказал что вот закате щи как раз он отрабатывает прям приятненько понятно что все вокруг становится странным и скажем так темно с одной стороны с другой стороны оцените насколько все-таки эпично даже с двух рук он снимает и встаем плавно медленно виду классически ну неплохо разумеется на ультраширик не перейти напоминаю что он работает только в 1080p и видите уже свет даже включили непонятно зачем потому что еще светло фронталка в условиях заката работает как будто это просто лампа в студии почему потому что вот так может быть закатана увидит увидела если я захочу лицо показать она абсолютно не будет рада с одной стороны с другой стороны я же лицо снимала правильно не закатывать и вот так уже закат магия электронов немного съемки в 4к 60 fps ночной немного немного чтобы вы поняли что с цветами полная беда ну и все и разумеется немного ночной фронталки во время поездки надейтесь что я без шлема и контент закончится пока не закончился 4к 60 fps да может быть видео кому-то ночью не понравится но я могу вам сказать что фото он делает просто на и шикарнейшие фронталка которая никому ночью не нужно но вот она есть при том но нет шум 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 ну немного мини экскурсии 4к 60 fps ночной рынок паттайи и здесь нет ничего чего бы мы не смогли купить в магазине но в то же время вы могли бы это все дело приобрести в магазине дешевле но это так по секрету а так мини маленькая турция но по факту продавцы одни индусы 4к 60 fps ночь и вы видите как вот ночью как-то он вообще даже лучше чем днем снимает какой-то сюр все бывает так сказать как говорится и все идиотики и лампочки и вот это дело то мало любит крита и разумеется 4к на самых интересных штуках ну самые интересные здесь ради этого вы смотрите и разумеется крокодильчики опять ну и все а дальше уже красота красот а еще лазерный автофокус работает только full hd у него то есть 4к его не активировать тогда что они сделали видите какая фронталка вы говорите что я примеру не вставляю у вива плохие достаточно плохая достаточно ну и в тысячный раз вам напомню уже с фронталки в нормальных условиях пусть не идеальных здесь нет миниджека здесь нет возможности расширить картой памяти отличие от прошки что здесь нет ни беспроводной зарядки не реверсивной зарядки еще раз десять раз за ролик повторю почему я не топил здесь нет защиты от влаги и медленный тайпсишник версии 20 большому счету это основные минусы из тех что можно увидеть на бумаге но все остальное вы и так видели в ролике резюмировать я бы хотел также найти довольно подло эффективно почему потому что айкио это примерно те же тапки что и о по в каком смысле в том смысле что когда я тестировал о по find x5 про у него была одну прямым текстом ужасная камера учитывая стоимость но потом это дело допилили когда я тестировал сейчас viva x 90 pro плюс я могу вам откровенно сказать он хуже чем 80 70 был по тестам но опять же камеры еще и хуже чем x на которого у меня не было еще обзора ноут x так вот айкио я уверен так по камерам допилят но у него не появятся триггеры если они вам нужны у него не появится дешевый комплект для игры а он есть он не станет заряжаться быстрее чем за 25 минут потому что 28 минут ну вот сейчас он заряжается 120 ватт это вам не 200 ватт как когда-то было помните по автономности я скажу что на день его хватит и те кто приобретают бренд айки у те кто смотрят эти обзоры они прекрасно понимают о чем я разумеется у вас альтернатив миллиард но скажу так если бренд не ориентирован на опять же наш рынок это не значит что он плохой смотрите продажи смотрите плюсы да они задрали ценники дайки ум не сбрасывает цены с одной стороны с другой стороны если вы приобретаете допустим 9 pro 10 pro 11 они так похожи и по-своему каждый так хорош что вы свободно приобретая что-то топовое из айкио по моему опыту можете сидеть на этом деле года три и даже не задумываться ни о чем почему потому что чтобы они не сделали они делают это хорошо и поддержка у них долгая еще раз их аппараты по моему опыту становится с годами только лучше разумеется в вариантов альтернатив просто море тем более за эти деньги те же сяомишки которые многие считают чем-то ужасным и с точки зрения дизайна и всего остального те же huawei которые не имеют google сервисов и которые в принципе я считаю по этой причине кирпичами вы приобретайте что вы хотите я буду рассказывать ставьте лайк за труды пишите комментарий больше пяти слов кому это было полезно кому еще и какая-то информация интересует по данному устройству пишите в мою личную телегу пока я с ним играюсь я вам напишу в его скорее всего оставляю вместо айфона это по поводу отношения к данному бренду хотя яблоко я тоже оставлю но с этим делом я буду ходить это очень хорошо вся штука снимать я сейчас под съем и снимаю на него если говорить об айки о еще раз повторяюсь миллиардный и не повторяюсь не повторяюсь эту штуку допилят ставим лайк за труды подписываемся на канал с колоколом огромное спасибо за просмотр девайс суда добра и удачи вам дорогие друзья и кстати разумеется в описании будет пример сколько это дело стоит на алишки если есть на наших локалках я тоже туда скину добра и удачи вам дорогие друзья